Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Времена, события и люди». Сегодня мы в гостях у Владимира Вольча Жириновского. Здравствуйте, Владимир Вольч! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы всегда относитесь к Первому образовательному каналу с большим уважением, с большим интересом. Ну, я вам должен сказать, что телезрители платят той же монетой. Вы у нас, так сказать, пользуетесь завидным авторитетом на телеканале. К вашему мнению, наши телезрители всегда прислушиваются. И здесь я вот подобрал самая актуальная, наверное, Украина. Вот. По Украине, потому что вот смотришь, к сожалению, на комментарии, которые даются сегодня, у многих остается неудовлетворенность и этими комментариями, и в целом, так сказать, той позицией, которая возникает по ряду вопросов. Поэтому, вы уже извините, но я как мне присылают, так я открыто буду давать. Вот Александр Павлов, Хабаровск, по телевизору показывает войну на Донбассе. Сейчас вроде бы перемирие. Наши технику отводят, а те нет. И он спрашивает, опять обманут? Последние минские соглашения, они самые серьезные, потому что участвовали главы государств. Франция, Германия, Россия. Это как Антанта перед Первой мировой войной. Да, Антанта. Но Украина, она идет на поводу у США. США нужен полигон для того, чтобы прогнать свое новое вооружение. Ему наплевать на гибель украинцев, русских. Ему нужно рассорить или хотя бы вбить в клин между Европой и Россией, чтобы Европа поворачивалась больше в сторону США. В Европе невыгодны США за океаном. И они не любят американцев за их хамство, наглость. А Россия рядом. Ну вот, американцам хочется сохранить свою монополию, и они стараются оттянуть Западную Европу на себя. Ибо от Америки отвернулась Латинская Америка, Африка, вся Азия, Россия. Последний возможный союзник по соку НАТО, они вместе входят в военный блок. Это Европа западная. Вот они и пытаются. И Украина, война на Украине, им нужна только для одного. Чтобы это была заноза для России, как Кавказ в свое время, Талиб, Афганистан. И заодно Европу к себе подтянуть. Но Европа уже поняла это и не хочет продолжать участвовать в войне на Украине, а хочет вернуться к прежним отношениям с Россией. Возможно, Америке придется смириться с этим. И тогда проиграют Порошенко и его команда, им придется исчезнуть. Ну, хорошо, если просто исчезнуть, а то ведь исчезать можно. С музыкой, да. Да, желательно. Я бы много жертв согласился, чтобы просто они, а то ведь потянут. Да, не ехали. Потянут ведь. Ну, вот видите, в Харькове уже теракты. И так будет по всей Украине. По любому поводу. Все будет гореть, полыхать, дефолт и так далее. Тамара Смирнова тоже студентка. Ну, у нас в основном студенческая аудитория. То будет восстанавливать разруху в Донецке. Опять русские. Конечно, жалко людей на Украине. Но у нас в Пскове живут не лучше. Может, сперва давайте отстроим жизнь в России, а потом уже будем помогать остальным. И вот эту тенденцию проводит ЛДПР все 25 лет. Мы всегда говорим, никому не помогать. Даже по времени стихийных бедствий. Где-то там землетрясения, еще что-то. У нас был землетрясение Ашхабад, Ташкент, селевой поток Алмата. Кто-нибудь нам помог? Это было 50 лет назад. Никто. Поэтому никому не помогать. Все, что у нас есть. На Дальнем Востоке все залило. Никто не дрогнул даже. Пол страны залило. Да. Люди в лодках оказались. Согласен. И никто ничего. А сейчас Донбасс. Где гуманитарная помощь в Западе? Никого там нет. Мы помогаем. Ни одной консервы, ни одной булки хлеба. 20 поездов отправили туда. Вот. Поэтому, конечно, это вот Советский Союз, одна из причин его крушения, это то, что мы взяли на себя тяжкое бремя всех кормить, всех содержать. Пол Африки, пол Латинской Америки, пол Азии. И сегодня еще. Это продолжается. И Прибалтика частично на нашем издевении у нас, и Закавказье, и Северный Кавказ, и, значит, вот Украина теперь. Теперь Украина. Они ее бросили в Донбасс, все там разбомбили, разрушили. Теперь уже мы не горим желанием кому-то помогать. Но если Киев ничего не будет делать, нам придется и население забрать в себе, или помочь восстановить хоть чуть-чуть экономику. Дома, поликлиники, транспорт, газопроводы и так далее. Но я полностью согласен, надо свою страну обустраивать. Ведь почему Донбасс полыхает? Жители Западной Украины, Киева, они сравнивают Россию и Западную Европу. Но там получше живут. Зарплата больше, пенсия больше, одеты лучше, питание лучше, культура. Давайте нашу страну сделаем как конфетку, чтобы к нам ехали, с нас брали пример, чтобы к нам приезжали все ученые, молодежь со всего мира. И все, и проблема будет решена. Ну вот из той же рубрики, просто может для, как говорится, информации, Иван Петрович из Курска, не против приезда людей с Украины к нам. Пусть трудоустраиваются, работают. Но зачем им платить просто так? Я вот не знаю, платят, у нас им платят тысячу рублей суточных. Кто бы мне заплатил? Я не знаю, правда это или, может быть, ошибается, Иван Петрович. Те, кто получают статус беженца, им какие-то деньги начинают платить. И если даже это тысяча рублей, это может быть на всю семью. И, наверное, не постоянно. Чаще-то бывают единовременные пособия. И, конечно, к сожалению, иногда оттуда приезжают те, кто просто не хотят работать. Они сюда приезжают, расселяют их по гостиницам, домам отдыха, питания. Под видом беженца. И такие есть. Там его в армию заберут. А здесь приехал, сиди и не работай. Поэтому надо здесь правила ужесточить. Мат с ребенком, если нет детского сада, пусть сидит с ребенком. В центрах переселения. А здоровых мужчин всех на работу заставить пойти и так далее. В этом плане прав житель Курска. Здесь тоже нам особенно либеральничать не надо с ними. Одно дело больные, раненые. А другое дело здоровые мужики. Пускай идут и работают. Чтобы они не вызывали зависть своим бездельям у местных жителей. Вот Наталья Вячеславовна Медведева из Черкасса, Самарской области. По телевизору много говорят о ближайшем крахе Украины. Но что-то пока такого краха не видно. Морды у Тимошенко, Турчинова и прочих становятся все толще и толще. Высказывания против России все хамоватие и гажи. Кто их остановит? Под крахом имеется ввиду резкое уменьшение зарплаты, невыплата. Уменьшение пенсии, невыплата. То есть они стали получать в 2-3 раза меньше. У нас тоже могут быть цены растут. Это на 10%, на 15%, пусть в 2 раза. Но доходы наших граждан в 3 раза не понизились. У нас люди получают и 15 тысяч, и 25, и 40, и 50, и 100 и так далее. Не хватает продуктов у них. У них перебои с электроэнергией, транспорт. Тотальная мобилизация идет. Мужчины Украины разбегаются. Поэтому проблемы очень большие. А то, что отъевшиеся лица у Порошенко, Тимошенко, все остальные, они живут у них очень хорошо. Они наворовались за последние 20 лет. Столько денег им хватит. Их внукам и правникам хватит на хорошую, жирную, безбедную жизнь. К сожалению, начальники живут хорошо всегда. А страдает простой народ. Виктор Минск. Вот не перекинется ли война с Украины на Белоруссию? У нас количество беженцев оттуда все больше и больше. Я слышал, вот Лукашенко тоже что-то говорит, что не нам грозит эта военная катавасия. И нам. В смысле им. Да. Белоруссия. Ну конечно, Белоруссия на пути Запада в Россию. И они Прибалтику к себе уже привязали. Сейчас они громят Украину. И Белоруссия как кость в горле. Они будут пытаться и там режим поменять, устраивать теракты, пытаться устраивать майданы. Это, конечно, им выгодно было бы сделать такой санитарный кордон от Таллина до Одессы. Таким образом, нас полностью от Европы отодвинуть. Чисто географически. В смысле сухопутные границы. Так, конечно, сегодня поезда, самолеты эта проблема не имеет. Но если на пути к Европе у нас будут враждебные государства. Эстония, Латвия, Литва, Польша. Под Калининградом она же прямая граница. Украину сделают они ярко враждебным. И совершат вдруг пиворот к Белоруссии, то у нас практически враждебная граница со всей Европой. Кольцо. У нас из Финляндии не вставали хорошие отношения после зимней войны 40-го года, 39-го. С Турцией мы воевали 30 раз. И Афганистан у нас там, столько людей погибло. Поэтому, конечно, у нас они снова окружают враждебное кольцо. Владимир Иванович, последний вопрос. Не дает он покоя. Я знаю, он все время возникает этот вопрос. Студент Павел из Волгограда. Не планируется ли в связи 70-летней победы вернуть нашему городу прежнее название? Либо Сталинград, либо Царицын. Вот он пишет. Я был в прошлом году в Париже и удивился. Там есть площадь Сталинграда. Я тоже видел эту площадь. Она маленькая, правильно он говорит. Всего-то метров 100-150. Но название удивило. А у нас, как всегда, никаких следов от Сталинградской битвы. Действительно, где-то могут быть названия площади Сталинграда в европейских странах. Потому что эта битва для них была очень важной. Они были под сапогом фашистской Германии. И казалось, все, им конец. Они полностью оккупированы и разрушены. И когда впервые произошла мощная победа под Сталинградом, были окружены все немецкие армии. Это их очень вдохновило. Это был февраль 103 года. Но они это не увязывают с именем Сталина. Это просто город. Эта битва могла быть под Конотопом, где сегодня ее славят украинцы. Это не значит, что это украинцы и русские. Это название места. Я помню битва под Грюнвальдом, это 1040 год. Поэтому не надо увязывать. Курская битва еще более важная была. Действительно, мы окончательно сломили хребет немецкой армии. А взяли Берлин. Берлинская битва, конечно, это итог. Ведь мы могли бы не пойти на Берлин. А вот то, что вернуть исторические названия, полностью поддерживают. Именно первичные названия. Царица, а не Волгоград. Семгинск, а не Ульяновск. Вятка, а не Киров. Богородск, а не Ногинск. Вот это нужно приветствовать. Чтобы была связь с историей. Иначе мы читаем великие произведения. Там Толстой, Достоевский. Там город называется. Сегодня он другое название носит. Улица Варварка. Слава Богу, теперь снова Варварка. А то была Степана Разина улица. Там где-то была Кропоткинская вместо Остоженки. Ну что это за название? Во всех произведениях, во всех учебниках, архивных документах исторические названия. Надо убрать все эти наносные искусственные названия. И всем вернуть только исторические названия. Спасибо, Владимир Владимирович, большое за очень обстоятельный разговор. Мы вам желаем крепкого здоровья. Всего самого-самого лучшего. До свидания. Уважаемые телезрители, ждем от вас ваших, как говорится, пожеланий. Будем работать только по вашим заявкам. В продолжение к тому, что мы сегодня говорили вместе с председателем ЛДПР профессором Жириновским Владимиром Вольщем, я бы тоже хотел высказать несколько моментов, связанных с украинскими событиями. Дело в том, что помимо тех вопросов, которые сегодня были озвучены и на которые дал объективную и очень убедительную информацию Владимир Вольщ, я бы хотел еще заметить следующее. Дело в том, что мы говорили о так называемых гибридных войнах. Это, безусловно, как правильно заметил Жириновский, это новый тип войны. И вот именно этот тип войны особенно ярко и особенно наглядно, я здесь полностью согласен с Владимиром Вольщем, он проявляется именно в отношении к украинским событиям. То, что сегодня происходит на юго-востоке Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, та война, которую под видом антитеррористической операции развернула киевская власть, я не знаю, как ее там назвать, хунта, не хунта, бендеровская какая-то там, фашистская, как ее называют, дело не в эпитетах, дело в том, что делается, а делается это все против не только Юго-Востока, это делается не только против конкретных Донецкой и Луганской областей, это делается еще и против самого украинского народа. Дело в том, что, вы понимаете, украинский народ многострадальный народ. Я родился в городе Николаеве на Украине. Мое детство и юность прошло в городе Днепропетровске, которым сегодня заправляет, так сказать, вот новый представитель Хазарии Коломойский. Нео-Хазария называют Днепропетровскую область сегодня на Украине, многие, так сказать, мои коллеги. Я служил в Советской армии в городе Киеве, Киевской области. Мы держали, так сказать, щит над, воздушная армия, мы держали щит над Украиной, так сказать, и над всей Восточной Европой. Поэтому мне хорошо знакомы те настроения, которые сегодня существуют не только на Юго-Востоке, но и во всей Новороссии. И должен заметить, что именно вот в связи с этими событиями я бы хотел вот на вопрос того молодого человека, студент, который задал вопрос, я его сейчас фамилию не помню, но дело не в его фамилии, а дело в том, что гибридный тип войн, как правильно подсказал нам Жириновский, заключается в сочетании различных, так сказать, разновидностей, известных ранее типов военных действий. Ну, если кроме тех книг, которые я рекомендовал этому молодому человеку, посмотреть, так сказать, теоретические труды, в частности, труд Клаузевица о войне, то можно таким образом сформулировать вот типологию гибридных войн. Гибридная война – это война, которая сегодня идет на Украине, она чисто гибридная. Она первая. Это война между двумя цивилизациями, между западнохристианской и восточнохристианской православной цивилизациями. Правда, эта война со стороны западнохристианской цивилизации ведется руками жителей восточнохристианской православной цивилизации. Точно та же, как она велась в Югославии, когда, так сказать, уничтожали там сербскую часть населения и ряд других этнических групп, связанных именно с православием и именно с его восточной, так сказать, разновидностью. Второй момент. Та война, которая идет сегодня на Украине, она, безусловно, так сказать, носит, если так можно сказать, ее гибридность выражается в том, что эта война захватническая со стороны Порошенко. Пусть на меня не обижаются эти люди. Она захватническая в том смысле слова, что те жители Юго-Востока Украины, которые живут в Донецкой и Луганской областях, они не хотят смириться с этим режимом, поэтому их надо захватить. Третья позиция, которая характеризует ее как гибридность, это война религиозная, потому что ведется попытка смять, уничтожить, так сказать, православие на юго-востоке Украины и заменить его непонятно какой разновидностью, то ли это религия, то ли это сектанство под названием униатство. Униатство возникло в 16 веке как гибрид католичества и православия. Те православные священники, которые предали православие и приняли, если так можно сказать, католическую образ богослужения, они и стали так называемыми униатами. Эти униаты всегда вели против России самую злобную и ожесточенную войну. Они ее ведут и сегодня. Пусть еще раз я говорю, все эти филареты и прочие, которые там в Киеве хотят себя провозгласить отдельной, так сказать, церковью, обижаются, не обижаются. Мне в конце концов смотреть на это все можно, конечно, с болью в сердце, но пытаются уничтожить православие. Это религиозная война. Наконец, я должен отметить, что эта война, которая ведется там, это информационная война. Вот может быть то, что лучше всего у этой самой киевской номенклатуры сегодня, лучше всего получается, это возможность оболванивать сознание жителей Украинской республики. В том смысле, что полностью, вот в чем выражается эта информационная война, они блокировали, под видом так называемой российской пропаганды, блокировали все информационное пространство. Сегодня практически невозможно без риска оказаться уголовно наказуемым, получить объективную информацию из российских телеканалов. Все закрыто. Сейчас вот еще сто с лишним изданий из России выгонят с Украины, и будет полная, если так можно сказать, тишина, как вот, знаете, в этом знаменитом фильме, так сказать, и косы. Тишина и с косами стоят. Вот примерно так вот с точки зрения информатики будет сегодня выглядеть пространство от Киева до Одессы и так далее. Это вот то, что касается характеристики типологии гибридной войны. И, наконец, что еще можно сказать, что эта война ведется с использованием различных форм боевых действий. Тут, как правильно подчеркнул Владимир Вольфович Шириновский, нет, если так можно сказать, вот противостоящих, ну, армий, как вот это обычно. То есть есть армейские группировки с одной и с другой стороны, но боевые действия в том числе ведутся с помощью таких вот мобильных, если так можно выразиться, групп, которые со стороны, скажем, той же Украины вот засылаются в города, обстреливают, уничтожают. Трудно поймать, трудно уловить в свое время вот это так называемая партизанская форма войны, о которой говорил Че Гевара, соратник Кастро. Но он говорил в хорошем смысле слова, партизанская война против американской олигархии. А здесь партизанская война против своего же украинского народа. Вот это те позиции, на которые я хотел бы обратить внимание. И, чтобы было понятнее еще, обратите внимание вот еще на какой момент, что те военные и боевые действия, которые ведутся сегодня на юго-востоке Украины, они ассоциируются с Великой Отечественной войной со стороны и одной, и другой стороны. Причем, если та другая сторона ищет примеры, так сказать, в Великой Отечественной войне на стороне, так сказать, тех, кто воевал против СССР, то юго-восток, ополченцы Донбасса и Луганска ищут вдохновение, ищут примеры, так сказать, в той войне, которую вели наши прадеды и деды против фашистской Германии. Вот видите, как сплетается прошлое и настоящее в современную украинскую, если так можно сказать, историю. Но не только украинскую, но и русскую историю. И, наконец, последнее. Тут нельзя не согласиться с нашими телезрителями, что у меня лично такое ощущение, что вот всю эту разруху, все это, так сказать, вот безобразие, которое сегодня сотворила киевская власть на юго-востоке Украины, да и в целом в стране, придется расхлебывать, придется расхлебывать России. И я уже вижу, так сказать, вот высказывание многих наших политических деятелей, что надо будет, так сказать, вот там добровольцами восстанавливать и тому подобное. Понимаете, многое недовольство вызвало то, что часть средств, которые предназначались, так сказать, русскому народу, было отторгнуто в 2014-2015 годах на Крым. Вот мне бы не хотелось, чтобы эти же отторжения происходили и в сторону юго-востока Украины. А у меня складывается такое впечатление, что именно так это и будет развиваться. Поэтому я бы хотел всех предупредить, что, конечно, нам не привыкать затягивать пояса, но не хотелось бы, чтобы мы опять оказывались в роли какой-то разменной монеты. Может быть, есть другие способы решить эту проблему, хотя у меня лично таких способов вот под рукой почему-то не возникает. Я очень приветствую, так сказать, решение министра финансов Российской Федерации о том, что Россия не способна сегодня предоставить финансовую помощь Греции. Хватит, наверное, так сказать. Я очень приветствую решение президента Путина о том, чтобы в Сербии мы поставляли газ и нефть по мировым расценкам, а не так, как мы это делали странам социалистического содружества. Может, хватит, так сказать, потому что толку от каких бы то ни было смягчений нет. Вот сегодня опять с Украиной, с этим газом, с этой, так сказать, газовой проблемой даем поблажку, тут же начинают хватать, так сказать, нас за горло. Вот в дополнение к тому, что, может быть, не совсем мог по дипломатическим соображениям высказать Владимир Вольфович, мне, как публицисту, сказать это гораздо легче. Вот, если кто-то не согласен с нашей точкой зрения, пожалуйста, у вас есть полная возможность возразить нам, а мы озвучим ваши возражения в нашей телепередаче «Времена, события, люди». Мы вас уважаем, ждем ваших откликов. До свидания. Продолжение следует...